У нас в гостях хомяк. Самый популярный в СНГ, Паша. Если честно, пока ты не похудел, был ты самый популярный хомяк в СНГ. Да. Алина Ким Хомяк. Что? Топчик-токер у нас в гостях. Алина Ким Хомяк. Что это? Алина Ким Хомяк. Слушайте, Алина, пока вас не показали по экранам, я хотел спросить, а почему хомяк? А теперь вопросы от вас. Да? Вот, точно. Какой вы хорошенький вообще. Да? Спасибо. Слушайте, впервые к нам приходит мультик, давай. У меня есть приветствие. Здорово, земляк, с тобой хомяк. Классно, да? Да, классно. Мне тоже нравится. Алина, вы что, то ели? Или вы всегда такая лучезапная? А тебе кто-то что-то подсказывает сразу? Это мой переводчик. Да, я говорю, я переводчик. Переводчик с русского на русский? Перевожу с тиктокерского на старый, ой, на обычный. На старый. А что ж ты? Говорит тогда хохлама, хромысло, вот эти все. Так, послушай, а зачем брать псевдоним с фамилией Ким? Шикарная фамилия вообще. Зачем псевдоним? Переведи, пожалуйста. Перекинь, да. А, окей, хорошо. Это что, быстрее меня запомнить? Фамилия Ким, шикарная фамилия. Зачем псевдоним хомяк? С чем это связано? Почему так никто не может... Прости, просто звучит все вместе Алина хомяк, как будто ты продавщица из пятерочки и поджираешь со склада. Что? Почему хомяк? У тебя что-то за щекой? Что? В чем дело? Переводчик! Переводчик, действуй! Мы тонем! Потому что большинство не запоминает моего имени. А, никто не знает, что ты Алина? Да, вообще никто. Все знают, что вы хомяк. Алин, сколько у тебя подписчиков? У тебя говорят, что вообще среди девушек самое большое количество подписчиков. 30 миллионов. У тебя 30 миллионов подписчиков. Мама дорогая. Вау. А на что они подписаны? Какой у тебя контент? Он у меня развлекательный. Он такой упоротый, социалки. Знаете, такой... Упоротые социалки? Знаете, это все круто, но мы можем вместе снять тикток и залететь в рекомендации прям туда. Я как будто в мультике оказался. Реально. Что мы можем, тикток? А давайте снимем тикток. Вот смотрите, какая классная песня нашла. Капец. Тут еще люди есть. Ребят, скорую приготовь на всякий случай, пожалуйста. Просто своем ее на камеру. И все сразу. Сколько? 10 миллионов. Да? 10 миллионов. Если бы это шло про деньги речь, я бы... Ну, 10 миллионов, конечно. 10 миллионов, что? Меня нет в тиктоке. Ты есть в тиктоке? Я нет в тиктоке. У нас нет в тиктоке. Нафиг нам эти 10 миллионов. Как вас нет? Давай что-то снимем для нас, для одноклассников. Для стариков. Корректно. Здесь есть лестница. Проходи. Там тебя старый мужчина встречает. Здрасте. Очень веселый человек. Я не знал, что в таком юном возрасте начинается деменция. Давай, что ты? Я говорю, последний раз мне так радовалась женщина, когда у меня половину отобрала. Ура! Давайте. Поехали. Все в порядке. Спасибо за сотрудничество. Спасибо. Это было сотрудничество. Мы с вами свяжемся. Это было сотрудничество. Спасибо. Все круто. Круто. Все. Садись, пожалуйста. Переводчик, увози. Вот. У тебя 30 миллионов подписчиков. 30 миллионов. Это как-то монетизируется? Сколько ты зарабатываешь? Ну, я имею в виду, не обязательно говорить прям сумму. Но ты много зарабатываешь? Это хватает тебе на жизнь? Ты зарабатываешь? На пирожки хватает. Подожди. Как вот у Ивлеевой Ламборджини, у Иды Галича, я не знаю, что у нее там. Роллс-Ройс есть у нее. Ты на чем ездишь? Ну, кроме колес. Да хватит ей подсказывать. Мне переводят. Ты понимаешь, что ты слишком явный серый кардинал. Просто моментально. Я пришла на съемку и была очень веселая. Да, да, отлично. Все, все нормально. На чем ты ездишь? Скоро все будет. На чем ты ездишь? Хорошо. Ладно, пока не на чем. Пока не на чем. Пока не на чем. Считается? Считается, отлично. Все, круто, спасибо. Хорошо. Где ты живешь? Я живу в Казахстане. В Казахстане? Там дом или квартира? А мы, кстати, еще шоколадки к вам захватили. Нафиг надо мне ваши шоколадки. Подожди. Не надо. Не надо. Знаю я ваши шоколадки эти. Знаем эти. Казахские шоколадки. Сейчас мы попробуем и будем тут ходить по сцене. Канчо, канчо. Съел шоколадку, ночью поворачиваешься, там такой сидит. Ты молодец, ты молодец. Ты классная. Вы какие-то молодцы. Ты подсказываешь на ухо шикарно. Аплодисменты ребятам. Вы красавчики. Вообще, если честно, Казахстан прет в последнее время. Не останавливайтесь, ребята. Давай. У нас в гостях Иван Михаил Засидкевич. Более известная как группа Добро. Ребята, привет, привет. Иван Михаил, продюсер группы, также автор всех своих песен. Песня на часах 00 уже несколько месяцев является одной из самых ротируемых песен на российских площадках. Ну и у клипа Юность более 166 миллионов просмотров. Вы знаете группу Добро? Классные пацаны. Приятно слушать, я сам не до конца осознаю это. И с удовольствием наблюдаю, как все двигается. То есть вы два брата, да? Группу назвали Добро. Надо было назваться Двабро. Двабро. Какое название шикарное. Можно было. Мы, видишь, не додумались сразу. Мы музыканты, но не такие умные. Нам показалось, что... Не вы одни в этом зале. Очень хорошо. Еще названием показать посыл, который мы несем. Посыл К, правильно. У нас сейчас большой тур Юность идет. И скоро в Москве концерт. Может быть, вы что-то споете, чтобы было понятно, о чем речь? Давайте. Если все вас поддержат. Что требуется от нас? Ну, мы же не с пустыми руками. Мы все-таки из Казани. Это шарфы наши. Ты считаешь, что шарфы это не с пустыми руками? Конечно. На наших концертах наши слушатели стоят с шарфами, подняв их над головой. Хорошо. Это ваше... Ну и, конечно, в наших концертах фанаты не стоят на сцене. А что делают они? Они сидят в зале. Пойдем. Нужно вести себя как фанат. Гарик, давай, мы фанаты, мы фанаты, мы в зале. Вот здесь можно с фанатами сесть. Оль, можно тебя называть фанаткой главной? Конечно. Если не всем видно, я расскажу. У ребят цитаты из наших песен. У Гарика эта юность моя, у Паши все за одного. Это ваши песни вот это, да? Вот это. Все за одного вот это. Это их песня. Ну что, готовы? Давайте. А нам что делать? Фанатеть? Слушать и кайфовать. Пока слушать, пока слушать. Давай. На часах ноль-ноль, я старше нагады, пришел мой день. Не, подожди, подожди. Ну Паша догадался, Гарик. Можно тоже догадаться, повыше поднять, пожалуйста. Но все-таки мы о чем сейчас говорим? О шарфе. Блин. Аккуратно. У Гарика просто единая система туловища. Когда он поднимает руки, у него может снизу выпасть. Понимаю. Уже. Гарик, ты со своим лицом 80-летнего человека и с плакатом «Это юность моя». Просто скучаешь. Хорошо. Согласитесь, что тизе, ну не получается без бонат. Да пошли, б***ь. Не хочу. Ты задолбал. Это все может, это держите. Песня говно. О, да. Спасибо. Кристина. Есть человек. Браво. Вдвоем, ребята. Вдвоем. Поехали. Вот это да. Все, кайф. Мы, конечно, все давайте разом с нами. Готовы. Вы услышали, что мне сказала Бузова, ребята. Натяни, натяни. Давай, натяни. Давай, натяну. А Кристина мне сказала, я юность твоя. Итак. На часах ноль-ноль. Я старше до годы пришел мой день. А значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. А на часах ноль-ноль. Я старше до годы пришел мой день. Я хочу у вас ребенка. Я хочу у вас ребенка. Значит, надо бы собрать друзей. Вы кто такие? Меня сегодня ты не жди домой. Верните деньги. А на часах ноль-ноль. Давай крем-соду. Крем-соду давай. Спасибо. Браво. Молодцы, ребята. Вы большие молодцы. Я очень люблю людей, которые занимаются... Это наша программа. Сядь. Оль, нет, на самом деле. Вы посмотрите. Я просто хочу, в отличие от других... Просто встань и молчай. Нет, просто в отличие от других артистов, которые гасят молодых. Вот это вот, смотрите, смотрите. Я всех молодых. Свидетельница с развода. Всех поддерживаю. Вы красавчики. И вообще, мы живем в мире возможностей. Если вы... В мире возможностей, да. Да, в мире возможностей, да. Если вы хотите чем-то заниматься, если есть посыл, то занимайтесь. Занимайтесь лучше творчеством. Посылка. Играйте на... Посылка. Группа Добро. Добро. Вы классные. Классные. Спасибо большое. У нас в гостях видеоблогер, тиктокер, певица, ведущая... Мадама с необычным голосом, Юлия Гаврилина. Здрасте. Здрасте. Скажите, Мадама, а что в вашем голосе необычного у нас написано? С необычным голосом. Ну, это знаешь... Что-то вылетело у вас? На самом деле, просто меня с самого детства подстебывали из-за моего голоса, потому что, ну, он хриплый. Ну, он не хриплый. Он... Вообще. Ну, почему он хриплый? У меня даже смыкание в горле. Я вот к фониатору ходила. Я, когда только знакомлюсь с новыми людьми, сразу делают акцент на мой голос. А, то есть, добрый вечер, здравствуйте. Блин, какой хриплый голос. Да! Что с твоим голосом? У тебя не смыкание, сходи к фониатору. Юля, что за хриплота? Реально мне это говорят. Говорят. Мало того, что мне говорят, что я алкашка, я не знаю, не буду продолжать. Ну, это не из-за этого. Хватит пихать. Остановись, хватит пить. Ладно. Юля также известна, как Юлька Шпулька. Юлька Шпулька, да? Да. Отлично. Тогда разрешите представиться. Пашка Шпашка. И Гарик до недавнего момента Шарик. Было дело. Очень пятно. По-моему, даже Милос. Но два шарика еще есть. А между ними Шпашка. Шпашка. Да. Шпулька. Ты участвовала в новом ТНТ-проекте «Звезды в Африке». Да. Слушай, расскажи, как это было. Ну, во-первых, там было очень много взрослых людей, и я была самым юным участником. А кто из взрослых? Кто там был? Ну, Ольга Бузова, Миша Голусян. Это старуха! Ну, я могу отдать должное Оле и Миша, потому что они меня поддерживали сильно. Если бы не они, я бы, наверное, на следующий день улетела. Миша Голусян. Да, Миша Голусян. Он тебя поддерживал? Он меня поддерживал. Он мне писал в Инстаграме. Когда она хрипела где-то там под алкоголем. Смотрите, алкоголичка хрипучая. Там был, кстати, алкогол... Ага, ага, ага. А вот поподробнее все говорят... Да я не пила, я не пила. А что ты хрипишь тогда? Ну, там было жестко, ребят. Там реально было очень жестко. Ну, что там жестко было? Нас кормили раз в двое суток. И то, если мы выиграем еду. Ребят, Цезарь от меня за этот стол, пожалуйста. Вообще гениальная идея, на самом деле. Собрать все звезды, увезти в Африку. Вот зачем обратно привезли, я не понимаю. Там были очень разные звезды. Просто многих еще не раскрыли. Все такие разные. Девочка моя, в нашем шоу-бизнесе уже многих раскрыли. Поверь мне. И даже те, кто не раскрытые, немного откупорены. Не поняла. Не поняла? Не поняла. Малыш, пару лет и все поймем. Да, да. Голос действительно будет хриплый. Так он и там хриплый. Но смыкание пропадет. Почему все смеются? Я не понимаю. Не переживай, тебя это не коснется абсолютно точно. Сто процентов. Ну, мы видим, человек какой-то, да, такой вот нежный какой-то. Ты как будто вывалилась вообще из другой корзины. И какая-то не хриплая, и какая-то не алкоголичка. Ты милая, с тобой все хорошо. У тебя просто хриплый голос, и ты похожа на пьяницу. Все. Все, как говорят ты. Не переживай. Сейчас тебе принесут еду, ты похаваешь, и все, отлично. А я уже похавала. Из-за того, что сказали, нельзя здесь кушать, нам пришлось роллы спрятать под стол. Вы с роллами пришли? Да, вот. Доставайте. Доставайте, мы разрезаем. Давай я тебе достану. Как это так? На, хоть суши попробуй. Ешь, давай, ешь при всех. Прям при всех. Пока все не доешь, мы никто не расходимся. Боже, я увидел смыкание. Аплодисменты, ребята. Новые, молодые. Просто пио, фонтанчик. Да, 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 правда. Вот, и это и есть тревожное расстройство, как говорят неправильно дети, а тревожное. Дети же часто о тревоге рассуждают. Я решил сам, ну, от этого избавиться. А ну. Только никому не говорите. Так и как. У меня есть парк напротив, я выхожу туда и просто громко разговариваю сам собой. Ну, поругал себя там за что-то. О, это же странно. Безумно. ТОК. Новый сезон. С 26 октября. По вторникам. В 10 вечера. На ТНТ. Продолжение следует.